У них руки развязаны, потому что спортивная аэробика – это элементы спортивной, художественной гимнастики и акробатики вместе взятые. А какая спортшкола исполняет эти элементы, лучше всех в стране узнают именно в Барнауле. На соревнования «Лучшая школа России» приехали спортсмены из шести регионов. А параллельно идут краевые состязания созвездия Алтая. Лучших выбирают среди самых маленьких. Например, Варваре пять лет. Тебе нравится вообще этот вид спорта? Да. И ты планируешь дальше продолжать заниматься? Да. А ты видишь каких-то спортсменов? Может, у тебя есть кто-то, любимец, кумир? На кого хочешь быть похожий? На дико. Варвару привели в три с половиной года родители. По примеру, старшие сестры. Ее с утра занимаются также спортивной аэробикой. И за компанию, скажем так, привели. Девочка перспективная, просто как бы маленькая еще. У Варвары большие перспективы и высокие шансы на спортивную карьеру. Ведь алтайские тренеры не сидят сложа руки. Только Наталья Гринина, председатель Алтайской Федерации спортивной аэробики, подготовила ни одного спортсмена мирового масштаба. И такая слава у всего региона. Без ложной скромности могу сказать, что наши спортсмены являются ведущими в России. Наши представители являются спортсменами в сборной команде России. Каждый год у нас есть представительство и во взрослой в сборной команде в юниорской, в юношеской. И наши воспитанники являются призерами, победителями мировых и европейских чемпионатов и первенцев. Так что есть кому бороться за честь алтайской спортивной аэробики. Возможно и Варвару в будущем увидим в турнирной таблице уже международных стартов. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.